Я давал уже кусочек интервью одной из интернет-интервью, когда меня спровоцировали о том, как вы относитесь к тому, что Конституционный суд запретил праздники государственные, конституционные, знамя Победы, Красная Федерация. Я слышал, что отношусь отрицательно. Я дитя родителей войны и могу вам сказать, что нас воспитывали высоким патриотизмом и бесспорно сегодня день памяти, день скорби для меня тоже является таким священным днем. Я думаю, что сегодня люди, которые пришли на эту площадь, они пришли с такими же мыслями, с таким же тяжелым сердцем, потому что через наши семьи прокатилась война и оставила глубокий след. Через наших дедов, через наших родителей. И думаю, что каждая семья сегодня, наверное, в своей вот такой семейном кругу обязательно вспоминает тех, кто не возвратился с горнила великой отечественной войны. Еще раз хочу отметить, самое главное, что в городе Неполаеве из этого не делают политику, а делают все возможное для того же стабильности в городе Неполае присутствовало и через такие дни, святые дни памяти скорбь. Поэтому я хотел бы пожелать свою первую очередь, чтобы это стабильность и политическое, и социальное, и экономическое место должно быть, чтобы продолжалось, чтобы это было слово на благо нашей общины. Поэтому я приходил и всегда буду приходить в те дни, которые определяют святость памяти жертв и ответственности, и в то же время победителя, кто принес знамя победы. У нас сегодня на основании распоряжения главы администрации создана комиссия во главе с заместителем городского головы Васюковым, и мы эту работу, ну, по крайней мере, начали. И в том числе предложение, я думаю, на следующей неделе будет по каким-то критериям оценки со стороны санэпидемистов, контролирующих, ветеринарных, гелокурсных. Мы приняли решение то или другое, в ту сторону или в этом. У нас есть переговорный процесс с Антощенко, начальником облэнерго, с которым мы должны будем на следующей неделе подписать такой договор. Мы должны для работников облэнерго выделить 50 участков, для улучшения жилищных условий работников облэнерго. Облэнерго принесет сегодня бюджетные государственные деньги. Мы заработаем в том числе компании около 18 миллионов гривен для того, чтобы там полностью удовлетворить развитие энергооснабжения этого микрорайона. Мы этим занимаемся. Кроме всего, у нас есть проект по канализации водопровода. Вы знаете, что мы каждый год 250-300 тысяч на улучшение бытовых условий проживания наших людей поделяем по проекту. И, кроме всего, вчера я подписал письма на те супермаркеты, которые обязались в процессе своего строительства построить канализационные насосы, построить развивающиеся сети. Но, к сожалению, они не выполнили свои обязательства. Они когда-то писали, они не выполнили свои обязательства. Спасибо. Можно еще один вопрос? Вот просто по поводу проблемы с собаками. До первого дня, по-моему, должен был быть построен рюкзер, но до сих пор нет, собак травят. Я не знаю таких случаев. Это нужно обращаться в прокуратуру, в милицию, кто там чего травит. Мы, если вы обратили внимание, не применили ни одного насильственного метода сегодня к животным. Тем более, что люди обращаются массово. У нас уже в этом году в пределах 650 укусов людей. То есть стаи собираются уже агрессивно настроенных собак. Вы знаете, что животное почувствовал запах крови один раз, уже будет его искать. И поэтому вчера, позавчера у нас строятся эти вольеры. Вчера у комиссии капитанской выделили, что там 30 тысяч гривен для того, чтобы завершить эти вольеры на улице Коминтерна, на старой ТЭЦ, там, где у нас была раньше котельная. Ну вот я дал им задание буквально за 1 августа мне полностью показать эти вольеры. И мы начнем принять все методы законного порядка. То есть выглавливать, дальше нужно искать запросы их окремления, дальше стерилизации. И, по крайней мере, не допускать тех правонарушений, о которых сегодня заявляют. Но я хочу сказать, что здесь не должно быть одностороннее такое. Знаете, то есть общество защиты животных кричит на всю сегодняшнюю область, на всю Украину, но нигде не получили ни гранта. Хотя я им говорил, покажите, где можно выиграть грант. Мы обратимся по всей международной организации. Вы же общаетесь практически по интернету со всем Делым Светом. Вы сказали, мы будем участвовать в этом процессе в обязательном порядке покормления животных. Покажите хотя бы один проект. С кем вы заключили? С супермарк, с рынками. Что вы будете обеспечивать? Тут должна быть обоюдная ответственность. Потому что, еще раз говорю, бюджет не выдержит такой нагрузки, чтобы 10 тысяч собак стилизировать, чтобы их дальше кормить, а естественным уже отбором они будут уходить, как говорится, из жизни. Я думаю, что это будет неправильно. 600 гривен содержания одной собаки. Мы, извините, на лекарства даем... Месяц? День. День? Ну, конечно. День. Большая собака на 600 гривен наедает. Я не ем. Я меньше ем. Я почему говорю, что сегодня нормы таковы Европейского Союза, что мы даем лекарства людям на 5 гривен, а собаку должны кормить на 400-600. Так вот скажите, пожалуйста, на какой стороне я должен быть? На стороне и закона, и в то же время защиты интересов. А защита интересов и здесь тоже точно такая. Если собаки начнут заголосовать, я думаю, мы на них повратим. Ну, можно еще. Это самое, кратенько. Что касается итогов? Что удалось обсудить и решить какие-то вопросы? Ну, в первую очередь мне удалось получить поддержку. И сегодня мы возьмем письмо по поводу резервного фонда кабинета министров на устранение надзвучайных ситуаций или предполагаемых возможных каких-то ситуаций с надзвучайными ситуациями. Много или мало, но мы просим поддержку поддела где-то 200 миллионов гривен. Совершенно верно. И я могу сказать, что в кабинете министров как никогда поддержка Анатолия Кирилловича сегодня нужна. Нам такую поддержку подписал уже и народный депутат Матвеев. Я сегодня жду письмо и уже переговорил с народным депутатом Майбородом. Мы никогда не получали таких денег. Но у нас критическая ситуация. У нас, вы знаете, глубоководный выпуск. Мы два года назад сделали его капитальный ремонт только 400 метров, а его нужно сделать 1700. То есть у нас еще почти там 1200 метров нужно его вывести на... Мы умеете идти в корабельном районе. Да, галлициновские очистные сооружения. А это экология, это безопасность и нашего города, и нашей окружающей среды. У нас сегодня в большом аварийном таком напряжении находится большой коллектор. Это 1500 в улице Рыбна, в корабельном районе. И нам нужно туда вложить где-то в пределах 29 миллионов. У нас все проекты есть. Мы под эти, чем нам сегодня немножко повезло. Когда эти деньги появились и у нас затребовали документы... Мы первыми дали проекты. Мы первыми дали проекты. Причем самое главное, мы потратили на это в том числе и государственную экспертизу. Ну, например, на очистку жертвового водохранилища вчера мы утвердили... Ну, в смысле, внесли предложение на комиссию 120 тысяч гривен. На проект, который мы заканчиваем с вами, в этом году должны закончить в широкой балке. Дополнительно еще 2,5 миллиона. Вы знаете, на инвалидном хуторе мы начали экономизационный коллектор, насосные станции. Я надеюсь на помощь и областного бюджета, по крайней мере, насколько я знаю, в проекте есть 1 миллион 700. И нам нужно... Мы уже затратили там в пределах 500 тысяч. И нам нужно еще дополнительно 1 миллион 100 для того, чтобы закончить в этом году. Это напряжение, которое есть в нашей общине. Тоже этот вопрос входит. Кроме всего, вы знаете, полностью уходит кладбище на улице Мельничной. Старое кладбище. Практически нам нужно сделать подпорную стенку. Она стоит в пределах 2 миллионов. Этот проект тоже есть. Прошел экспертизу и есть он в кабинете министров. То есть я надеюсь, что этот вопрос будет определен. Ну и, конечно, то, что мы говорили по судостроению, нам нельзя ни в коей мере сегодня просто сложить руки и ждать чего-то. Нам вот то, что сказал Атолий Кириллович, нам нужно, чтобы об этом знал президент. Чтобы сегодня фонд гражданного майна как никогда жестче отнесся к тем, кто не выполняет эти проекты. Ведь мы сами себя унижаем. Отдаем на откуп инвесторам. Инвесторы, не выполняя свои обязательства, мы остаемся заложниками. Как можно понять, 16 миллионов гривен за короткое время, за полгода, и людей практически выставили за ворота, отпустили в отпуск. Искусственный отпуск. Кто за это ответил? Должен ответить к инвесторам. Другое дело, что это уже четвертый инвестор. А тот, кто брал обязательства, давно уже покинул наши берега. А это не имеет значения. Конечно. Сегодня главная задача – это выплата, заработная плата. Мы уже ничего не строили. Вы инвестор, вы взяли на себя обязательства по людям. Будьте добры, обязательно это решение. Давайте посмотрим с вами по 61-му заводу. Я вчера сказал Анатолию Кирилловичу, если он бесперспективный, это предприятие. Значит, мы тогда четко должны с вами понимать. Я говорю, как просто мэр города, выплатите заработную плату государству, выплатите заработную плату, выплатите все социальные фонды. И скажите, это предприятие на консервации. Там будут собаки, там будет охрана и какие-то средства на содержание его. Также нельзя, это же государство. Люди даже из-за такого подхода могут не верить в государственные дальнейшие какие-то реформы, если сегодня не выплачена заработная плата или 7 миллионов на механо-ремонтном заводе. Разве может такое быть, когда практически технику, которую произвели для Министерства обороны, она не востребована, заказы эти выполнены, извините меня, никто не может ответить за выплату заработную плату в социальные фонды. Тоже механо-ремонтный завод охраняет, вы знаете, БТРы, которые пришли тогда из Афганистана, из других горячих точек белого света. Министерство обороны от них отказалось, Минпромполитики сегодня нет. Кто ответит за то, что директор завода охраняет бесплатно оборудование или собственность государственную. Я думаю, игра такая вот, несправедлива по отношению к нашему городу. Анатолий Кириллович все это знает, взял себе на дальнейшее изучение. Я надеюсь на то, что все равно какие-то работы. Вопрос традиционный и банальный по содержанию мостов не поднимался. Поднимался точно так же. Документы мы сейчас подготовили. И я надеюсь на то, что Николай Викторович сказал, давай еще разочек. Мы с вами. С теми поручениями, которые были премьер-министром, они не выполнили фактически. Передача на Упер-Автодорк. И смотрите, у нас практически налог на транспортные сборы у нас забрали. Извините меня, что тогда не забрали в Москве, что не забрали в дороге, в собственность. Если на наших коммунальных дорогах Упер-Автодорк проводит тендеры, чтобы у нас делать ремонт, то зачем нам такие дороги? Мы за них отвечаем? Не отвечаем. Вы видите, что то, что мы сделали сейчас, это практически, знаете, на доверии к мэру города, с учетом тех небольших средств, которые у нас есть. Доброго дня вам, доброго дня. Университет Сухомленского. Пишли, пишли, пишли.